Снова здравствуйте! А на этот раз мы поговорим о красоте и здоровье зубов. Но если быть более конкретными, то, конечно же, как исправить неправильный прикус и неровные зубы. Подробности также мы узнаем сегодня у Евгении Переселкиной, врача-стоматолога-терапевта-ортодонта. Здравствуйте, Евгения! Здравствуйте! Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Здравствуйте! Евгения, вот с какого возраста ребенка нужно уже обращаться к врачу-ортодонту? Потому что зубки меняются. И как вот не упустить вот тот момент, не пропустить то время, когда уже поздно будет что-то исправлять? Получается, лучше приводить ребенка в возрасте 3-4 года, когда сформирован уже молочный прикус, чтобы избежать патологии в молочном прикусе. Потом в возрасте с 5-6 лет начинается сменный прикус, то есть когда молочные зубы выпадают и прорезываются постоянные. И здесь тоже важно не упустить момент, посмотреть, как идет смена. Потому что, опять же, лучше предупредить, чем уже потом бороться во взрослом состоянии с более грозными какими-то осложнениями. Так, ну, про взрослое состояние мы, конечно, тоже поговорим. Но, опять же, очень многие говорят, ну, тоже вот развейте наши мифы, да, и легенды о том, что детские зубки, они способны исправиться сами, выправиться. Так ли это? На самом деле, лучше всегда обратиться к стоматологу-ортодонту за профессиональной помощью, когда он посмотрит и скажет уже, есть патология. Если она есть, сама она не исправится. Если это какие-то текущие прорезываются зубы, то да, конечно, они прорезываются ровно. Но лучше обратиться к специалисту. Вы пришли к нам, конечно же, не с пустыми руками. Это все так интересно все рассмотреть. Это брекет-системы, которые существуют, да? Ну, не все, конечно же, на сегодняшний день. Но скажите, вот какие желательно подбирать именно детям? На сегодняшний день у стоматолога большой арсенал стоматологии, ортодонтических, да, систем. Если говорить о несъемной аппаратуре, то есть это о брекет-системе, то это у детей все-таки это вестибулярные системы, которые, получается, детям чаще всего все-таки подходят металлические, а не более прочные. Вообще есть, как бы, если смотреть системы, это есть и керамические брекеты, есть и комбинированные системы. И для взрослых это уже идут лингвальные системы, то есть те, которые крепятся со стороны языка. Вот, только что хотела сказать. Это вы так медицинским языком говорите об этой системе, а нам-то все надо же попроще. И взрослый человек, конечно же, может испытывать дискомфорт. Уже дети как-то меньше стесняются, а взрослые, конечно, металлические. И как крепятся, вот расскажите, как долго их можно носить? Снимаются ли они? Если говорить о брекет-системе, то это несъемная аппаратура. И крепится каждый, то есть индивидуально на каждый зуб подбирается замочек, он крепится. В этом замочке есть специальный паз, туда вставляется дуга. Это дуга с памятью формы, она фиксируется в этом замочке, и дуга, пытаясь выпрямиться, тянет за собой зубы. Ну, то есть так, собственно, происходит выравнивание. И врач-ортодонт, он уже на визитах, на осмотрах корректирует, подтягивает, какие-то дополнительные моменты производит, рекомендации дает. И зубы выправляются. Минимально, ну, наверное, это где-то в среднем год, это какие-то небольшие патологии, лечение на брекетах происходит. Если же боли, ну, как бы сложные, да, какие-то, то лечение 2-3 года, а то и может и 4 занять. То здесь еще и зависит, наверное, и от дисциплинированности пациента. Выполняет ли он те рекомендации, которые дает ему стоматолог, вовремя посещает его, или же он там... Евгения, вот опять же, про малышей мы разобрались, да, что где-то с 3 лет уже можно приводить. А когда не поздно приходить взрослым людям? Вот если не рано, а именно уже не поздно. Сейчас все-таки, наверное, можно сказать, что возрастных ограничений каких-то нет. То есть лечение, оно доступно в любом возрасте. Но у старших, так скажем, у взрослых людей часто это идет как преортопедическая подготовка. То есть там не с целью, может быть, именно выровнять и сделать правильный прикус, а чтобы врач-ортопед смог более грамотно запротезировать пациента и получить хороший долгосрочный результат. Ну вот у нас не так много времени остается до конца нашей беседы, все регламентировано. Но тем не менее, если в двух словах и коротко, как ухаживать за полостью рта, если есть вот как раз брекеты? Если есть брекеты, то есть сейчас тоже можно, слава богу, да, купить очень много средств. Есть специальные щетки, да, для брекетов. Чем они отличаются от обычных? У них есть своеобразный вырез, чтобы можно было почищать брекеты. Есть специальные ершики межзубные. Получается, эти ершики, и мне тоже очень удобно чистить промежутки между брекетами. Есть суперфлоссы, то есть он отличается от обычного флосса тем, что один кончик, как леска, проталкивается между зубом и брекетом, и вычищается все, что скопилось. Евгения, спасибо вам большое. Как видно, сейчас можно, конечно же, вернее, приводить свои зубы в идеальный порядок и при этом не испытывать никакого дискомфорта. Я напоминаю, что у нас была в гостях Евгения Переселкина, врач-стоматолог клиники Альденте. У нас есть для вас подарок от кафе «Кексикрендель». А всем зрителям я в день здоровья желаю крепости и бодрости тела и духа. Всего доброго, до свидания.